И еще раз здравствуйте дорогие телезрители в эфире программа Доброе утро и я ведущая Анна Гончаренко. Сегодня в нашей стране отмечается день подкаблучника и пусть для нашего уха это слово звучит не слишком уважительно, опытные психологи уверяют, что эти самые подкаблучники лучшие в мире мужья. Сегодня это и обсудим в гостях психолог Маргарита Дженаева. Маргарита, доброе утро. Доброе утро. Рады вас снова видеть у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Маргарита, у нас сегодня очень важная миссия. Мы должны действительно эту тему обсудить объективно, при этом не забывая про минусы подкаблучников, но при этом обсудить тоже, что же значит понятие быть лже подкаблучником и раскрыть, так сказать, пользу, положительное влияние от такого поведения. В общем, давайте разграничим положительное и отрицательное. Предлагаю начать все-таки с отрицательного. В каких случаях быть подкаблучником действительно плохо? Вы знаете, наверное, все-таки надо начать с самого начала. Давайте. Что такое подкаблучник, откуда это взялось? Ну, наверное, многие знают о том, что в давние времена на Руси было очень модно, скажем так, соколиная охота. И когда птицу в малом возрасте брали в плен и хотели ее выдрессировать, надевали на нее шапку, некую такую шапочку, которая закрывала уши и глаза. И когда она находилась под этой шапкой, она была послушной, дрессированной и так далее. Она называлась клобук. Быть подкаблучком. То есть со временем, конечно, слово трансформировалось, очень похоже на слово каблук. То есть получается, понятие быть подкаблучком никакого отношения не имеет к каблуку. Подкаблучком, да. То есть изначально это слово означает быть под чьим-то влиянием, быть подчиненным чьей-то воле. И, соответственно, в негативном, если в формате рассматривать термин... Здесь большое поле для обсуждения. То это мужчина, который во всем согласен со своей женщиной, пока ничего плохого, да? Человек, который полностью ориентирован на желание и потребности женщины в ущерб своим. Мужчина, который не умеет принимать важные решения, безинициативен, не проявляет себя ни в чем, во всем послушен и ориентирован только на свою женщину. Это если бы негативно, но в положительном. Это идеальный семянин, это верный и надежный муж, это человек, который ориентирован на семейный отчат. Мы с вами постараемся найти вот эту вот золотую середину. Вот если пока все-таки говорить о негативном значении этого слова, то есть это человек, который прислушивается, даже вот так скажем, это партнер, да, который прислушивается к желаниям своего партнера, но при этом в ущерб своей. В ущерб себе. То есть он себя не видит, не слышит, не замечает, не понимает, да, и не хочет вообще свое мнение озвучивать. Даже вот в этом и проблема, он не умеет сепарировать себя, свои желания от желания партнера. И со временем это может превратиться в то, что у него нет этих желаний, он даже не знает, чего он хочет на самом деле. Но это чуть попозже об этом, когда будем раскрывать. Но на самом деле вот так выглядит картина. Но я же говорю, вот есть обратная сторона этого всего. Это идеальный, верный муж. Давайте, Маргарита, тогда обсудим действительно, к чему такое поведение может привести со временем, как вы сказали. То есть подкаблучник, да, берем вот такое вот пока негативное значение, что он будет думать о себе, как он будет себя чувствовать. И самое главное, как вот его жена, супруга, да, или просто партнер тоже будет себя ощущать в таких отношениях. Если у меня муж подкаблучник, вот что с ним произойдет. Мужчина перестанет себя уважать, он потеряет чувство собственного достоинства, потому что он постоянно в позиции уступающего, наступающего себе на горло, скажем так. Отсюда, наверное, вытекает лень, безинициативность, да? Да, меня не ценят. Карьеры нет, ничего не хочется, апатия. Абсолютно, это, кстати, тоже, когда человек постоянно уступает и ориентированно на желание другого человека, он забывает о своих потребностях, своих целях. Ведь на самом-то деле вообще признак самости мужчины, ну, это маленький такой лайфхак, чуть-чуть отойдем от темы, это умение мужчиной ставить цели и достигать его. Вот если вы хотите реально вот посмотреть на мужчину. Проверить. Да, вот это признак самости. То есть в данном случае мужчина теряет эту возможность, он даже не представляет себе, что так можно, потому что он не ориентирован на свои желания и потребности. Он теряется в социуме, у него нет связей социальных, личностные границы стираются абсолютно. Можно ли сказать, что он как ребенок, как подросток? Да, инфантилизм присутствует, у него накапливается вот это вот внутреннее напряжение, постоянное раздражение, что-то, вот я что-то все делаю. Ощущать, что что-то не так очень явно и четко, да? Да, оно уже копится, оно не контролируется бессознательно, оно копится и выливается в какие-то такие конфликты неожиданные. И даже никто не понимает, почему это произошло, ну, то есть вообще не по делу. Тогда он обиделся, там накопилось, тут вылилось. Женщина потеряет уважение к своему партнеру, перестанет в нем видеть личность. Женщина может накопиться у нее обиды в плане, что ее загрузили слишком многими обязанностями. Женщина перестанет вообще понимать, что хочет партнер, чего он там, вообще какие у него желания на самом деле. Она перестает разграничивать свои, и, соответственно, отношение к нему будет такое, ну, мы же хотим, на самом деле хочет она. Ну, то есть вот это вот пренебрежение или как это вот некое такое неуважение. В общем, муж, подкаблучник, так скажем, не слышит, не слушает себя, а женщина тоже не слышит, не слушает его. Ну, это и не, в принципе, особо-то и нужно в этих отношениях. В общем, нет союза, нет общения, нет близости. Дело в том, что, понимаете, никто даже не договаривается друг с другом. Да, вот если бы каждый разговаривал бы о своих желаниях, совершенно верно, тогда было бы гораздо проще. Тогда даже вот эти взаимоуступки было бы в идеальном виде. Вот это замечательно было бы модельсии. Маргарит, ну, давайте тогда теперь поговорим, уже пришло время, о положительной составляющей такого поведения. Я знаю, что есть понятие лжеподкаблучник. Вот расскажите, пожалуйста, кто такие лжеподкаблучники, и как вот такое поведение может отразиться на отношениях? Ну, вот смотрите, да, действительно есть такой термин, это один из разновидностей подкаблучников. Это описывается мужчина, который демонстрирует, что он уступчив, податлив, он подкаблучник, но на самом деле таковым не является. Это человек, который в мелочах реально будет уступать. Он будет говорить, да, ты решаешь, куда идут дети, там, ну, какие-то такие бытовые моменты, не будем перечислять, да. А вот какие-то глобальные вещи он способен сам решать, сам взять на себя ответственность, и какие-то проблемы может сам развить, скажем так. То есть человек абсолютно автономен от своей жены, свободен. В приватной ситуации женщина знает, что он решает в семье, а на людях он демонстрирует уступчивость. Мне кажется, очень так даже, вот можно сказать слово удобно, очень даже неплохо. На самом деле очень хорошо, это классно выглядит, если оба понимают, что делают. Если оба идут навстречу. Ценят это, да? Абсолютно верно. Если ценят, понимают, почему это сейчас происходит и что с этим делать, то замечательная модель вообще поведения, идеальная семья. Если мужчина не переваливает слишком много, пользуясь тем, что он выбрал и оценил перед всеми, признал, что она главная, а он под каблуком, он может это признать. А если вот так вот даже Маргарет грубо не выражаться, если даже не определять главного, а просто сказать, блин, да мне вообще не жалко, не тяжело уступить своей женщине. Хочет вот она, например, на вот этот курорт поехать, давайте вот так, хочет она поужинать в этом кафе, в ресторане, давайте вот так сделаем. Вот даже если вот эти вот ярлыки не навешивать, кто главный, кто не главный, можно же, да, тоже вот так выражаться и вот так позиционировать такое поведение, вот такую вот жизнь. Вы, наверное, сейчас говорите про любящего мужчину. Ну, про любящего, да. Здесь есть тонкая грань любящий мужчина и подкаблучник. Нет-нет-нет, смотрите, вот подкаблучник мы уже это слово отодвинули, теперь мы разбираемся с лже-подкаблучником. Так, лже-подкаблучник тоже является подкаблучником, на самом деле. Ну, так, приставка же и лже у нас есть, здесь может быть позитивный вот исключительно контекст. А вы знаете, как определить лже-подкаблучника? Ну-ка, так. Вот, допустим, вот вы сидите в каком-нибудь обществе, и мужчина говорит, она говорит, надо уже собираться домой, она говорит, да, дорогая. Или там, нам надо ехать туда, да, 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 дорогая. А он приходит домой, говорит, так, я купил машину. А подкаблучник в чистом виде он так не сможет. Ну, то есть он так, то есть глобальные какие-то вещи он сам решает. А вот куда поехать, это все делается не из-за злости, не из-за прям вот желаний каких-то там прям жестких манипуляций. Да, он чуть-чуть манипулятор, но тем не менее это делается все для того, чтобы в семье была гармония. Это надо отдать должное такому мужчине. Он это делается для того, чтобы конфликты сгладить, чтобы по пустякам не ссориться. Да, мне тоже кажется, что это не самый плохой вариант развития событий, то есть пусть он даже принимает важное решение, что вполне нормально и хорошо. Вроде как мужчина исполняет свои мужские обязанности. Да, но при этом может пойти навстречу и где-то уступить своей женщине. Совершенно верно. Почему нет? Очень важно тут соблюдать вот этот баланс. Да, да, да. Потому что чревато это тем, что он может слишком много переложить обязанностей на женщину. Здесь, конечно же, женщина-то действительно должна понимать, ценить, и он тоже должен понимать, почему он так делает. Он должен говорить, она должна чувствовать, что это не тот человек, кем можно манипулировать и управлять, да, как марионеткой. Что все могут в этих отношениях, в этой паре, в этой семье принимать решение. Знаете, Маргарит, не так давно, примерно полгода назад у нас в гостях была семейная пара. Мы отмечали день супругов и пригласили их к нам в студию. Они были в браке, ну вот я боюсь ошибиться, но, в общем, около 50 лет, представляете? Замечательно. Замечательно, замечательно. Ну и, в общем, что я заметила? А, конечно же, мужчина, супруг, да, он способен на собственные решения. Он способен взять на себя ответственность. То есть, конечно же, он самореализован, у него есть своя работа, да, то есть он не потерял своего мнения. Но при этом ему не нужно принимать решение, действительно, что мы купим на ужин, да. Какого цвета у нас будут обои. Ну вот что-то, конечно, и можно при этом обсуждать. Но вот в таких мелочах он всегда вот ей уступал. Я спрашиваю, а он помогает вам готовить? Она говорит, да. А посуду может помыть? Она говорит, да. Да, в общем, прекрасно. На мой взгляд, важно действительно сохранять просто вот этот баланс. Баланс, совершенно верно. Чтобы оба супруга уже, повторюсь, благодарили, да, друг друга за это. И, на мой взгляд, совсем неплохо быть уже подкаблучником. Согласитесь или нет? С возрастом абсолютно соглашусь, потому что с возрастом вообще есть такое понятие зрелость отношений. И когда мы приходим к этому, уже не имеет значения, кто решает, куда мы поедем, кто решает, что мы готовим. Обычно это происходит вместе. Это называется забота, любовь и уважение. Забота о спокойствии, да. Когда в твоей семье приоритеты обоих, это ни в коем случае не должен делать один человек в семье, когда оба заботятся друг от друга, делают и вкладывают одинаково, любят, ну, скажем так, ну, невозможно, конечно, любить одинаково, но, тем не менее, вкладываются в отношения одинаково, то вот такой результат и будет. 50 лет вместе, это, мне кажется, замечательный пример для всей нашей страны. Маргарита, ну, тогда вам задам последний вопрос, давайте пофантазируем. Что будет, какая семья, какая жизнь, какие отношения будут ожидать женщину, если она выйдет замуж, так сказать, за противоположность подкаблучника? Я имею в виду, ну, грубо говоря, тиранов, и знаете, которые вот на пустом месте мужчин говорят, я мужчина, нет, ты гулять не пойдешь, ну, и что, что у подружки день рождения. Вот я сказал, так и будет. Какие отношения, какая жизнь ее будет ждать? На самом деле, еще раз повторюсь, скажу, что зависит от того, что она ищет, почему она попала вообще в этот брак, да? Возможно, психологические потребности были таковы, что должен быть рядом быть именно такой мужчина. Но она должна быть готова к тому, что мужчина будет ее ограничивать. Вообще разница, кардинальная разница между подкаблучником и вот противоположностью в том, что будет полное ограничение свободы, контроль и, естественно, некая деспотия, скажем так. Ну, есть обратная сторона этого всего. Есть защищенность, умение быть под крылом своего мужа, который все решит и так далее. А разве это истинная защищенность? Это неспокойствие, вот настоящее? Ну, если до крайности довести, то нет, потому что все граничит с... Все, что граничит с фанатизмом, это уже, ну, как бы проблема. Если, вообще, надо запомнить одну фразу, даже если у тебя муж подкаблучник, даже если у тебя муж деспот, я не знаю, какую модель выберет каждый, но если в отношениях один копит раздражение, значит, эта модель вам не подходит, значит, что-то надо менять в этих отношениях. В данном случае, да, под вот этой красивой картинкой, что она защищена, что она обеспечена и так далее, подается под таким, конечно, соусом то, что ее будут контролировать, ее будут... Под соусом заботы подается контроль на самом деле, да? Ее свобода, да, будет ограничена, и она не будет принимать никаких решений. За нее все сделают. Она должна быть послушной дома. Если она готова к этой модели, будет счастлива. Нет, значит, ну, будет менять что-то. В общем, всем максимальной осознанности, да, в жизни. Максимального баланса, гармонии, баланса и так далее. Маргарит, ну, большое спасибо за то, что сегодня пришли к нам. В завершении нашей такой плодотворной, очень эмоциональной беседы мы пытались докопаться до истины. Актуально, актуально, да. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь в это утро нашим телезрителям. Дорогие мои, желаю вам, чтобы какую бы модель поведения, какую модель семьи вы не выбрали, вы были бы счастливы. С тем человеком, с вашим человеком, которого вы выбрали сами. Будьте счастливы. Ну, такие вот пожелания от психолога. Спасибо за них, за то, что сегодня были с нами. Спасибо вам, спасибо огромное. Субтитры подогнал «Симон»!